Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи, которая просто превзошла самою себя, выступив на вчерашнем прямом эфире в роли старой сводни. Да, Лена занялась сводничеством и попыталась вчера просватать одного дряхлого американского деда своим зрительницам за вознаграждение. Да, дед обещает вознаграждение, но обо всем по порядку. Итак, некий мистер Дэйв Гринберг ищет жену уже 12 лет, но не может найти. Начал он поиски в 75 лет, и вот сейчас ему по 90, а он все еще ищет и ищет. И Лена вызвалась помочь деду. Взяла его визитную карточку, на карточке указан адрес его домашней страницы в интернете, где можно было рассмотреть его поближе, так как Дэйв разместил там всевозможные фотографии, включая фото полуинтимного характера, то есть ню-полу-ню, где Дэйв в маленьких плавках развалился на кресле, и вы можете лицезреть этого Дэйва в полный рост. Лена решилась помочь этому дедушке за вознаграждение, потому что на визитке он обещает 2000 долларов тому, кто поможет ему найти женщину его мечты, подкатит, в общем, ему Барби не Барби, но хорошую, красивую, стройную женщину. Сейчас мы об этом еще поговорим, о требованиях Дэйва. Лена сама не вписывается в требования дедульки, но ей не надо, говорит Лена, у нее уже есть муж. А вот от вознаграждения Лена, конечно же, не собирается отказываться. Лена делает деньги из всего, из воздуха практически. Правда, Лена была разочарована, потому что когда она открыла сайт Дэйва, она увидела, что на сайте он обещает уже 1000 вместо 2000. Но Лена говорит, у меня в руках документ, вот эта вот карточка, и если что, я буду требовать 2000, иначе сделки не будет, иначе невесту уведу обратно. Короче, посмотрим, что же, кроме вознаграждения свахи, обещает купец Дэйв. Ну, прежде всего, Дэйв заявляет, что живет он в небольшой квартирке. При этой квартирке есть отапливаемый бассейн, но в принципе, в принципе, он согласен на переезд. Для Дэйва важна химия. Да-да, говорит Лена, химия важна. Вот этой самой химии у нас сродни не возникло, потому что сродни Лена тоже познакомилась через сайт знакомств. Сейчас про Родни мы еще скажем. В общем, для Дэйва важна химия и романтика. Дэйв любит держаться за руки. То есть, другими словами, для Дэйва очень важна физическая близость. По крайней мере, была она важна на момент написания этого объявления 12 лет назад. Что касается требований к будущей избраннице, то тут Дэйв достаточно непритязателен. Он довольно-таки толерантен и относительно возраста, и относительно внешности женщины. Так, например, Дэйв согласен на женщину 55+. А также у него нет предпочтений относительно того, белая ли женщина, азиатка ли, латиноамериканка ли или афроамериканка. Для Дэйва это не имеет значения. Главное, чтобы женщина кексуально одевалась и будоражила его своими откровенными нарядами. В этом смысле, в этом контексте Лена смотрелась очень органично на экране со своим декольте до пупка, так называемой «завлекалочкой», как говорит Лена Хэппи. То есть, грудь, вываливающаяся на весь экран. И Лена все видео сидела, поправлялась, оправлялась, чтобы Селим не заругал. Селим, кстати, заходил на прямой эфир. Лена послала ему слова любви на турецком языке. Но мы с вами возвращаемся к нашему кандидату, к Дэйву, который ожидает от женщины химии, романтики, откровенных нарядов. Она не должна носить тяжелый макияж, заметил Дэйв, но должна следить за собой. Он не ищет Барби, он это подчеркивает. Ему не нужна кукла Барби. Но и 2ХЛ его тоже не интересует. То есть, женщина XXL ему совершенно не интересна. И Лена, поджав губки, сказала, да, вот она бы сама тогда не подошла, получается. Но ничего, у Лены есть подписчицы, у Лены есть поклонницы, которые согласны были бы на этого деда. И многие попросили Лену действительно прислать им координаты этого дедушки. Хотя там же ведь был сайт. Но тут ведь в чем проблема? Дед Дэйв не собирается никого перевозить или оплачивать кому-то билеты, визы. Иначе бы он разместился на международном сайте знакомств. Конечно, нет. Дэйв ищет кого-то поблизости, местную женщину, потому что он это объявление поместил даже на своей машине и даже попал на местное телевидение, потому что на него обратили внимание люди, на деда, который разъезжает по улицам города с объявлением «найду жену». То есть, конечно, этот дед уже стал такой достопримечательностью города, таким городским сумасшедшим. Но, тем не менее, все в этой жизни возможно. У Лены ведь есть и местные женщины в подписчицах, то есть те иммигрантки, которые уже давно тут находятся. Кстати, Лене предложили маму Галю, но Лена сказала, что вряд ли мама Галя подойдет. Ему, Дэйву, нужна женщина поживее, повеселее, которая бы с улыбкой на устах бродила бы с ним по улицам города, держалась за руку, сексуально одевалась. А от мамы Гали не исходит такая энергетика. Хотя в свое время ходили слухи, прошли слухи, и, по крайней мере, от Флориды-Ялты мы это, по-моему, слышали, что Лена пыталась подсунуть Марину Нову под родни. Но Лена опровергает эту информацию, говоря о том, что она предлагала Марину Нову в качестве уборщицы, в качестве домработницы в дом родни, пока она в этом доме сама тоже жила. То есть Лена не для того переезжала к родни, чтобы там наводить порядок, чтобы там убираться. Она искала домработницу. А Марине как раз нужна была работа. Марина в вечном поиске работы. Ну, раз мы уж заговорили о родни, давайте скажем пару слов. Лена, конечно же, стала вспоминать то время, когда она тоже сидела на сайтах знакомств, искала кого-то, выискивала американца, и вот напала на этого родни. Родни тоже болтался на сайте знакомств только два месяца. И как только он познакомился с Леной, он сразу удалил свое объявление. Ну, или, по крайней мере, перестала активно появляться на этом сайте знакомств. Лена сразу же переехала, правильно, а что теряться? Она, по-моему, из зала суда, после развода с Вильямом, с чемоданами, сразу же поехала к родни. Взяла быка за рога, а что ходить круглами, да? Что ходить вокруг да около? Надо сразу переезжать с чемоданами. Ну, и во что все это вылилось, мы с вами прекрасно знаем. Лена вспоминала то, как она сидела на сайте знакомств, и как она поставила первый лайк родни. Родни ответил простыней текста. То есть он ей сразу прислал огромную простыню, в которой он описал себя в малейших деталях. Рассказал, где он живет и как он живет. Рассказал про то, что у него бизнес в Амазоне. А мы знаем, что Лена искала мужчину с бизнесом, который бы и ей помог с этим бизнесом. И родни тоже ведь Лене открывал этот Амазон в свое время. Короче, они нашли друг друга, но химии не возникло, говорит Лена Хэппи. Не было вообще никакой химии, даже намека на химию, поэтому она не смогла остаться с родни. Для Лены очень важна химия. Для Лены, как и для Дейва, тоже очень важна химия. Но химия, конечно, химии. С ней проще находиться в отношениях. Но сам пример Лены Хэппи показывает, что из отношений можно очень много выгоды вынести, даже и без химии. Посмотрите на Лену. Зубы ей сделали. Бесплатно она жила. Бесплатно она продолжает жить. Квартирку каким-то образом прибрала. И оттуда ее уже больше не выкуришь. И вообще, мне кажется, родни был счастлив отправить Лену жить под Майами. Пусть даже бесплатно, лишь бы только она жила от него подальше. Потому что, когда она была в Тайтесвиле, родни все равно к Лене наваживался. Пару раз в месяц. Или каждый раз, когда у Лены какие-то проблемы, сдулось колесо. Еще там что-то отвалилось от машины. Бампер. Родни сразу же все бросал и мчался к Лене. И все это чинил. И все это прикручивал, привинчивал. А тут вроде Лена далеко. И так просто не позвонишь. Родни приезжай. Потому что пять часов в одну сторону. Или сколько там? Четыре с половиной. Короче говоря, родни, видимо, счастлив, что сбагрил эту Лену под Майами. Чтобы она уж там сидела и не дергалась. Как говорится, не беспокоила его всякий раз. Но, возвращаясь к Дэйву, меня, конечно, удивил такой подход Лены Хэппи. Я понимаю, она сделала контент. Они все поржали над этим Дэйвом. Но получилось как-то некрасиво. Вот Лена ведь нас всех ругает за то, что мы на своих каналах, или там кто-то из обзорщиков показывает фотографии, без ее проса берет, показывает. Или там берет что-то с ее канала, какие-то скриншоты, тоже вставляет у себя в видео, да? Но ведь она сделала то же самое. Она показала этого Деда на весь мир. Ну, вы мне скажете, да, но ведь он сам создал свой сайт, и он сам пишет, что кого-то ищет. Лена просто помогает. И это все, конечно, прекрасно, но ведь Лена все это показывала, нам рассказывала с издевкой. И подписчицы ее, и поклонницы издевались над этим Дедом, писали всякие гадости, обсуждали его внешность, говорили, что он старый, дряклый, трухлявый, что он должен быть миллиардером, чтобы с такой внешностью рассчитывать на наших славянских красоток. В общем, короче говоря, прошлись по этому Деду бульдозером, перемыли ему косточки, и Лена не пресекала все эти поползновения. В общем, короче говоря, у Лены двойные стандарты на канале. Лену трогать нельзя. Ни в коем случае нельзя показывать фотографии Лены хэппи, такие, какие они есть. А вот пройтись вот так вот по бедному, ни в чем не повинному дедульке, это значит можно, да, показывая его фотографии в трусах, рассказывая о том, что он должен миллионы, миллиарды платить за то, чтобы вообще рассчитывать хотя бы на кого-то в этой жизни. Я считаю, что это некрасиво. Ну ладно, как говорится, мы посмеялись, мы поржали, и на том спасибо. Будем надеяться, что у деда не будет никаких претензий к блогерке Лене хэппи. Ну а мы давайте скажем еще несколько слов о визите Лены хэппи к Софье, к подруге Софье, Софье мое. Короче говоря, Софье в своем репертуаре. Вот ведь женщина ничего не боится, ничего не стесняется. Действительно, женщина научилась жить в Америке так, как надо. Годы мыканий в Нью-Йорке, а потом во Флориде с мужем-американцем, намного старше себя, плюс двое детей, научили Софье бороться за каждый цен, за каждый доллар. Она отбила и помогла Лене сэкономить 85 долларов, которые та должна была заплатить в автомастерской за смену масла. Женщины ждали 4 часа, Софье это не понравилось, она разоралась, стала требовать объяснение или хотя бы какую-нибудь скидку и мужчины в мастерской, видимо, настолько устали от этой крикуни, что отправили их в Асфояси, не взяв с них ни цента. Теперь же, что касается гостинцев. Лена, естественно, приехала к Софье не с пустыми руками. Взяла с собой торт вафельный из русского магазина, тарелку, которую она купила еще в Турции, горшок с цветком, а также персиковый чай, который оказался свечой с запахом персика. Лена покупала чай, но без очков не разглядела, что это за коробка и только в машине обнаружила, что это никакой не чай, а свеча ароматизированная. Короче говоря, Лена приехала со своими гостинцами, но Софье тоже встретила гостью со встречными подарками. Она Лену приодела, как всегда, и накормила. Лене подарили платьишко, штанишки, естественно, накормили по полной программе какой-то там торт без муки, потому что Лена теперь веганец. Ну и, естественно, манты. Софья всегда накрывает стол по полной программе. Ради только этих мантышек можно было ехать пять часов в одну сторону. Я теперь понимаю, почему Лена там застряла на два-три дня вместо одного дня. Хоть поест нормальной еды, я имею в виду домашней, вот мантышки, сам сайта, это все очень вкусно. И, естественно, Софье не хотела ехать ни в какой ресторан, а Лена ее зазывала и зазывала. Поедем в дорогой ресторан. Я хочу тебя отблагодарить. В общем, Лена в своем стиле, но Софье, я так понимаю, настояла на вкусной домашней пище. Так что, дорогие друзья, вот что сейчас происходит в жизни нашей Лены Хэппи. Сегодня снова будет прямой эфир. Завтра, по-моему, Лена выходит на работу. Сегодня будет прямой эфир. Опять какие-то интересные темы для обсуждения Лена нам подкинет. У Лены все идет прекрасно с учебой, потому что специальность, которую она выбрала, ей очень нравится. Это действительно помогает ей справляться с материалом довольно-таки легко. Лена уже настроена на то, что она поправит свое материальное положение не только благодаря работе, которая у нее снова сейчас начинается, но и благодаря новой специальности. В общем, все у Лены идет по плану и вообще у Лены все нормально. Нет намеков на то, что Лена где-то себя в чем-то ужимает, где-то себя в чем-то ограничивает. Нет. Лена живет на широкую ногу. Лену очень хорошо поддерживают поклонницы, присылают ей донаты бесконечные. Лена купила живые цветы снова для привомого эфира без живых цветов. Лена не представляет стрим. Поэтому у Лены все прекрасно. За Лену можно только порадоваться. Единственное, что я надеюсь, конечно, на то, что теперь Дэйв Гринберг не будет преследовать Лену Хэппи не в том смысле, что он будет преследовать ее судами и судебными тяжбами за то, что Лена показала его в различных ракурсах на своем канале, а преследовать в прямом смысле слова, как банный лист прицепится к ней и будет за нею бегать. Он насмотрелся на Лену Хэппи в декольте и теперь не отстанет от нее, будет требовать, чтобы она оказала ему внимание. Надеюсь, что этого не произойдет, потому что Лену легко очень найти, вычислить и вот представьте, будет он там ей под окнами петь серенады в комьюнити 55+. Он же сказал, что готов на переезд и у Лены тоже есть квартирка с бассейном обогреваемым. Вот и сойдутся они. Приданное у них одинаковое, можно сказать, идентичное. В общем, посмотрим, как будет развиваться эта история. Если у вас есть какие-то замечания, дополнения, пишите, делитесь. Мне всегда очень приятно читать ваши комментарии. Надеюсь, что у вас все хорошо, будьте здоровы, берегите себя, ну и естественно, до новых встреч на моем канале. Пока, пока. Субтитры создавал DimaTorzok